Приветствую, мои дорогие! Сегодня 19 апреля 2004 год, пятница, день Голгофы, день крестных страданий, спасителя мира царя, царя Иисуса Христа, цвет синий, голубой, его оттенки, в язычестве, эзотерике, день Венеры, богинь любви, красоты, материнской плодородия, изобилие, женский день, а в христианстве посвящен страстным мукам Христа, спасителя, и мучения морально-нравственным, этическим, психологическим и другим, престой Богородицы и жен мироносец. Поэтому особый такой день молитвы, поста и воздержания. Меня попросили рассказать о Санкт-Петербурге. Вы сегодня узнаете интересную информацию, значит, тоже на предмет того, что ждет город дальше, потому что сегодня он находится в упадке. Это понимают все, это все видят. Нехватка людских ресурсов, нехватка трудовых рук, упадок финансовый. Город заметно опустел в плане туризма. Доходы упали, стрессы, депрессии, волнения и прочее. Неопрятность вида опять встала на повестку дня. Каждая зима все хуже и хуже. По уборке города, по чистке крыш, по трагедиям с падением сосуль и так далее и тому подобное. Все губернаторы страдали после каждой зимы по рейтингу популярности, по уважению и доверию людей. И нынешний губернатор, о котором я расскажу подробнее, Александр Бедлов, не исключение. Я сегодня расскажу о всех пяти губернаторах в независимой России, от СССР независимой. Всех пяти, которые правили городом. Значит, это тоже будет интересно. И поехали теперь. Итак, слава Богу, у города Санкт-Петербурга есть одна дата. 27 мая, день города. Дата абсолютно была выбрана спонтанно Петром Первым. В результате Северной войны Великой 1700-1721 года долина реки Невы была отвоевана у Швеции и вошла в состав Российской империи по Нештатскому медному договору, Вечному, который был подписан 30 августа или 10 сентября, а на самом деле 12-го, если в новом изложении по правильному календарю, 1721 года. Тогда-то и были перенесены мощи из Владимира в Санкт-Петербург, святого благоверного князя Александра Невского. И 12-го сентября в городе Санкт-Петербурге проходит крестный ход вокруг Лавры. Значит, когда больше дорога простирается, когда меньше, это как власти решат. Так что вот именно 16-го по старому стилю Юлианскому календарю, или 27 мая плюс 11 дней, 1703 года, а это был год Меркурия, Иуда Искариотского, Гермеса, Меркурия. Значит, город был основан. Город основан в воскресенье, в 1703 году. Это было воскресенье. Поэтому я всегда, когда там жил, я жил там 7 лет, с 1995 года по 2002, да, 7 лет. Причем с 9 августа по 28 августа. Год и три недели. Значит, и вот историю города я знаю хорошо. То, что я вам рассказываю, знают практически все, но я в другом контексте. Значит, и вот я всегда чувствовал, что город под солнцем. То есть Рим, Стоколин и Санкт-Петербург. Города солнца, имперские города, королевские имперские города. Римская империя, Шведская империя до победы Российской империи над нею. И Санкт-Петербург. И всю вот эту красоту и величие имперскую город должен был в себя впитать. Поэтому день города воскресенье. Архангел Варахиил, благословение Божие. И само воскресенье Христова. Поэтому город зиждется, держится только на спасении, только на самом воскресенье. Сколько раз его пытались уничтожить, уморить голодом, разрушить. Сколько раз он обстреливался, сколько раз насмотрелся и голода, и холода. И при большевиках особенно. А тем не менее выстоял. Поэтому это не случайно. Город воскресающий постоянно. У Москвы символ совершенно другой. Коммерческий, купеческий. Там Сатурн, Венера. Суббота, пятница. Там к воскресенью никакого отношения вообще даже близко нет. Ни по архитектуре, ни по культуре, ни по возвышенным шпилям вот этим и так далее. Москва вся купеческая, многоэтажная. Корявая, прямоугольная, квадратная. Значит, стекло, бетон, железо. Питер – это позолото, это лепнина, это камины, это свое ощущение, атмосферность своя и тому подобное. Значит, поэтому, несмотря на то, что в день солнца создан город, и солнца ему не хватает в солнечные дни, и от этого жители страдают, безусловно, тем не менее город особый. Особого величия, о котором, конечно, надо знать всем. Вот. Значит, дальше. По нормальному календарю 29 мая надо отмечать, потому что это был вторник. То есть 27-го – это если считать, прибавлять, значит, получается сколько? 11 дней в 18 веке. А надо прибавлять 13, еще 2. А если мы смотрим 29 мая 1703 года, то это был вторник. А вторник – это крепость, воинство, защита, ядра, пушки, война, грохот орудий, пороха, команды, ругань, мат солдатский, офицерский, насилие, агрессия и прочее. И общая такая стратегия на вымирание, на уничтожение и так далее. Потому что мы знаем, как город строился, как не хватало рабочих рук, как мёрли все от сырости, от комаров, от болезней и тому подобное. Поэтому Петру еще необходимо было как-то подпитывать людей. Поэтому были кофейни открытые, виноводочные эти все кабаки. Армяне поставляли через Персию на портвейны, кофе, пряности, шоколад потом пошел. И с тех пор город на допинге и находится. Если вы в Питер придете, везде кофейни, 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 чай и так далее, напитки, чтобы сбодриться. Потому что там с утра глаза открыть невозможно. Они слепаются от этой сырости, от этого болота, от влаги и тому подобное. Вот такая история. 1703 год. Меркурия Гермеса – торговый город. То есть после крепости он должен был стать торговым городом. И поглотил все торговые пути, которые шли из Новгорода, из других городов с Астрахани, из Архангельска. Все туда вошло, в Петербург пошло. Сам Питер стал торговать. Так что это торгашеско-аристократический город. Солнце и Меркурия правят императоры, а рулит всем торговлям. Сфера услуг и торговля. Вот принцип существования этого города. Ну плюс там образование, культура – это все само собой. Но изначально две силы. Год – Меркурия Гермеса, торговля, бизнес, сфера услуг, коммерция и все остальное, что с этим связано. И воскресенье – отдыхать, праздновать, салюты, торжества, парады, дворцы, золото, мрамор, драгоценности, элита, аристократии и прочее. Вот такое соединение. И это всем известно, всем понятно. И так оно всегда было, есть и будет. Поэтому до революции город просыпался поздно. Раньше, в 11 по полудню, будить было никого не велено. Значит, жизнь оживала к 12 часам по полудню, под пушку Петропавловскую. Значит, потому что весь Питер гулял. Вся аристократия, средний класс и прочие сословия разные гуляли до 3-4 утра. В 5 утра расходились, 6-7 часов спали, просыпались и опять пошло-поехало. Вот так это было. Значит, теперь давайте посмотрим, что по городу, что мы имеем. Город сейчас, если мы берем дату 27 мая, город сейчас в субботнем цикле, субботний год. Это вот точка упадка, максимального упадка. А напомню вам, что Александр Бедлов, нынешний пятый губернатор Петербурга, он сам в субботу родился. То есть это вот пиковая точка города и губернатора. Все, дальше уже сил нету. Терпеть этого человека, этого чинушу, строителей торгаша, какой он по сути и есть, об этом я тоже отдельно скажу. Ну, это просто поставленный человек, бесталантный абсолютно, типичный исполнитель, без царя в голове, не одухотворенный, не харизматичный, блеклый, серый, предсказуемый чинуша, который, значит, сам, наверное, уже устал от того, что сидит там с 18-го года. После того, как его друган Полтавченко такой был, Георгий Полтавченко. А вы в курсе, что они в одном городе родились? В Баку. Вот где Петербург, а где Баку, да? Казалось бы. Но я вас хочу обрадовать. Ни один из губернаторов Санкт-Петербурга с 1991 года не рождался в Санкт-Петербурге. Ни один. И я вот пофамильно вам расскажу, кто где родился, и вам станет горько и смешно. Поэтому мне очень жаль санкт-петербургцев, потому что им все время навязывали какую-то лимиту, какую-то провинцию. Особенно Матвиенко. Это просто отдельная история. Это просто караул. По ней я проедусь с удовольствием от всей души. Давно этого хотел. Но вы сами меня попросили, правда, и только правда. Поэтому по этой тетеньке, чиновнику, я обязательно проедусь. Так, как следует. Итак. Значит, что мы видим? Значит, субботний год. Катастрофа. То есть стагнация, неразвитие, упадок, отсутствие ресурсов, нагромождение проблем по здоровью, по психике, по миграции. Упадок деторождения, значит, проблемы с этим, ну и так далее и тому подобное. Все, что с Питером связано, всегда было, есть и будет. Гепатиты, простудные заболевания, инфекционные, наркомания, психические, неврологические расстройства, и т.д., и т.п., и пр. Это всегда так было, есть и будет. Туда, когда едешь, надо всегда, особенно в межсезонье, надо брать всегда с собой какие-то мази от герпеса, от сыпи какой-нибудь, какая может выскочить. Ну, про носовые платки, капли в нос и от головной боли какие-то процедуры, там, таблетки или что-то, это обязательно. Кофе, само собой, весь Питер сидит на кофе, потому что без кофе там ничего не делается. Не проснуться и не уснуть без кофе. Значит, в этом году суббота, значит, до 27 мая, субботний год, то есть все, все плохо. Потом будет у нас понедельник, в воскресенье мы пролетаем, потому что высокосный 24-й год, плюс один. Значит, 24-й год, день города в понедельник. Луна, небесная иерархия, катаклизмы с погодой, то ливень, то жара, то жара, то ливень, то зной, то холод и прочие недоразумения с погодой и климатом. Значит, изношенность труб, там, канализации, проблемы с ремонтом, нехватка денег, вообще нехватка денег будет дальше происходить. То есть падение доходов по многим-многим причинам. И удешевление, обмельчание и такое незримое разорение города. То есть он вот блеклей становится, понимаете, на фоне Москвы. Город Петербург будет и дальше хереть, беднеть, блекнуть и тому подобное. Как и его губернатор нынешний, значит, который уже вот тут вот всем. Что у меня много знакомых в Петербурге, я общаюсь, уже все, уже надоел, сил уже ни у кого нет. А потом в 25-м году будет вторник. И вот вторник это уже какое-то изменение. Это напряжение юридическое, социальное, административное, фискальные и силовые структуры, правоохранительные органы, 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 хотел сказать, да, и органы тоже. Значит, это напряжение слоев населения, это скандальные ситуации, это повышение террористической активности, это разные эксцессы, это разрушение, значит, технических всяких приспособлений, трупы, там проводка, провода, электричество, заводы, фабрики и так далее. Это возгорания разные, поджоги, теракты и прочее, прочее. Это с мая 25-го по май 26-й. А потом среда, 26-й год. То есть это вот изменение экономической политики, изменение и вложение в город огромных ресурсов. Среда это уже деньги, капиталы, инвестиции и так далее. То есть ни в 24-м, ни в 25-м, ни до мая 26-го ничего хорошего Санкт-Петербург в таком раскладе не ждет. К сожалению. Значит, в городе у нас проживает на данный момент времени 5 миллионов 600 тысяч 44 человека. Это по переписи 23-го года. Ну, она такая примерная. Ну, хоть за 5500 вышли, слава богу. Уже какая-то радость. До 6 миллионов еще, как говорится, как-то луны. Это не через 10 и не через 20 лет. Ну, через 10 точно не будет 6 миллионов. Город не переработает еще, пока не готов такой массы людей с проблемами своими, транспортными и другими, и другими. 18 районов. Значит, в городе. Так. Ну, в сравнении с Москвой. Ну, что такое 5 миллионов 600? Раньше как-то вот баланс какой-то был. В два раза было, значит, меньше в Петербурге, чем в Москве. А сейчас уже даже в три раза меньше, чем в Москве. Город не растет, не прогрессирует, никуда не развивается. Из-за этого в начале пандемия. Теперь это СВО. В общем, просветов я не вижу, честно вам скажу. А теперь самое интересное. Давайте-ка посмотрим и наших доблестных губернаторов. Значит, товарищ Собчак, покойный, родился во вторник, 10 августа 1937 года. Год солнца эпатажный, яркий, талантливый, одаренный, харизматичный. Это безусловно. Очень хорошо знал людей 1937 года. В 90-е годы, когда начинал свою только карьеру, я этот год хорошо знал, делал им прогнозы. Это яркие люди с идеологической коммунистической основой, с патриотизмом, с амбициями, со спесью, чванством, высокомерием, надменностью, гордыней, значит, которую подпитывали лестелюбцы и так далее. Но влияние на людей колоссальное. Их выдвигали 1937 год, старались, так сказать, с ними вась-вась, связи, контакты, и они шли по карьерной лестнице очень-очень неплохо. Но все зацикливали всегда люди 1937 года на себя, на свое эго, на личность свою. То же самое делал и Анатолий Собчак. Значит, почитаем, что он сделал. Вернул городу историческое название Санкт-Петербург вместо Ленинграда. Это не его идея, это идея депутатов Ленсовета. Значит, это всем уже известно. Он просто подхватил это знамя, присовокупил себе и на этом пропиарился. Навел в городе порядок, трудное для страны время, привлекая инвестиции из-за границы. Это тоже брехня. Город был разорен, был частный бизнес. Вот этой собчачьей семьи, магазины, я их помню хорошо, сеть магазинов. Потом, когда он выиграл, проиграл на День Святой Троицы в 96-м году. 28 тысяч голосов всего не хватило. Ноль целых там, ноль десятых. Вот пролетел вместе с семейкой своей, из Нарусовой компании, ГОП-компании. Значит, город был в ужасной нищете. Я как раз приехал в августе 95-го и застал вот этот смрад. Наркомания, проституция, голод, упадок. Голод буквальный, бомжи кругом по помойкам лазили. Люди стреляли на улицах друг у друга. Денюжки, сигареты и так далее. Потому что я весь город обошел. За полгода мне было все интересно. И Петроградский район, а жил я у метро Чернышевской, на Фурштадской. Потом, значит, на Потелевоновской, еще ныне Пестоля. И жил там много лет. Так что в курсе всех событий этих. Скандалы постоянные, воровство. Обворовал деньги, значит, Нобеля, которые на могилу были выделены. Приложил лапу свою и семейка его к деньгам. Компенсация за немецкая компенсация, значит, ветеранам. Тоже там поворовали деньги. Куча-куча скандалов. Газета «Новый Петербург» постоянно, я с ней сотрудничал, постоянно эту семейку разоблачала. Значит, помню эти концерты. Он создавал эти концерты. Ездили туда звезды. Он их собирал с миру по копейке, чтобы город восстанавливать. Город был весь облезлый. Дорог не было. В общем, его правление, это был ужас. Так что то, что из-за него не проголосовали петербургцы, это абсолютно мне понятно. И вот третье его достижение основал демократическую оппозицию. Ха-ха-ха. Вот и все его достижения. Значит, ну, она там до сих пор живет, эта оппозиция. Яблоченьки эти и прочее-прочее шалупонь. Вот и все его достижения. Вторник. Нельзя ставить рожденного во вторник главой Петербурга. Еще раз. Город был основан в воскресенье. Это высший пилотаж. Это харизматичные великие люди, царственные. Ни один из пяти губернаторов Санкт-Петербурга в воскресенье был не рожден. Ни один. Два вторника, две субботы и четверг. Все. Ну, слава богу, ни понедельник, ни среда. Повезло. Понимаете? Еще раз. Два. Вдумайтесь только. Два вторника, два. Две субботы и Матвиенко четверг. Все. Это караул какой-то. Не повезло. Это как на Украине. Два во вторник, двое в среду и два в воскресенье родились. Представляете? Я серьезно говорю. Я все их наизусть знаю. Значит, Кравчук в среда. Значит, Кучма в вторник. Значит, Ющенко в вторник. А Порошенко и Янукович в воскресенье. Тоже не везло. И Зеленский в среду. Из шести президентов по два дня все время выпадало. Два вторника, две среды и два воскресенья. То же самое в Питере. Два вторника, две субботы и один несчастный четверг. Матвиенко, который тело воротил. Это вообще ужас. Это просто ужас, что она сделала с городом Санкт-Петербурга Матвиенко. Но это отдельная история. Ее вовремя убрали, потому что ее уже город ненавидел. Просто эта Матвиенко достала вот так вот всех. Что сотворила с городом, я отдельно сейчас расскажу. Значит, дальше. Яковлев Владимир Анатольевич. Прекрасный человек. Субботу рожденный 25 ноября 1944 год. Значит, видел его, участвовал в выборах его 2000 года. Супруга моя и я общались. Он прислал на нашу свадьбу своего помощника с такой огромной почетной грамотой поздравлением. Подписал лично, точечку поставил под подпись. Это он лично всегда так расписывался. Мою супругу покойную знал. Он ходил к нам в храм Серафима Саровского, на Серафимовское кладбище. Его любил весь город. Значит, значительные успехи в градостроительстве и благоустройстве города. Абсолютно верно. Он правил городом 7 лет с 96 по 2003. Вот он за это время, а я жил на Фурштадской, первое, что он сделал, Лиговский проспект. Значит, ой, простите, Лиговский, я их путаю. Литейный, Литейный проспект он сделал. Значит, навел порядок. Стал строить дороги, детские площадки. Пошло, пошло, пошло строительство по городу. Потому что Собчак город разорил. Он превратил его просто в трущобы. Собчак и его губкомпания, знаете, с кем. Построил Литовый дворец. Это было первое яркое событие для России. Наконец-то новый, красивый, блестящий, шикарный. Вовлек туда массу ресурсов. Убрал эти все собчачьи магазины. Значит, они исчезли, как только Собчак проиграл. Появилась пятерочка. Это его, так сказать, история. Значит, Литовый дворец провел реструктуризацию долгов. Потому что этот Собчак долгов в городу сделал. Якобы инвестиции, на самом деле, долги. Ну, историю мы знаем. Пытались его свалить в 2000 году. Туда всех нагнали. Миллионеров из Лондона и кучу разного сброда. Он все равно с большим перевесом победил. Путин в день его победы в ночь подписал указ, это в 2000 году, указ о создании округов в России, надсмотрщиков, над губернаторами. Это как раз из-за победы Яковлева. Я ему лично вопрос задавал. Как считаете, для чего президент это сделал? На пресс-конференции Яковлева. Не считаете ли вы контролем президента над губернаторами это нововведение? Не конституционное. В конституции ни слова нет об округах. Значит, он сказал, ну что вы это для... Ну, он вежливо ушел как бы. Нет, это все правильно для укрепления России. Поставили над ним этого бывшего чекиста и прочего следить за ним. У них трения начались там. В общем, целая история. Ушел сам. Перешел в министерство ЖКХ, которое Путин для него сделал в правительстве. Посидел там 4 года. И в 7-м году его убрали. И списали. Все. Жив-здоров. 80 лет будет в этом году. Будем поздравлять. 25 ноября. Видео запишу обязательно. В этом году. Владимиру Анатольевичу Яковлеву. Будет в 80 в этом году. Его очень любят до сих пор петербургцы. Самый хороший губернатор. Привел город в порядок. Не пускал москвичей. Не пускал торговые московские сети. Не пускал московские строительные компании. Город держал вот так. Значит, развил отношения с Швецией и Норвегией. Вольво машины. Автопарк поменял. Значит, инвестиции первые заводы. Это все при нем. Значит, пошла история. Но не пускал москвичей в город. Это знают все. Пришла краса Матвиенко. Валя Огонек. Другое прозвище не буду рассказывать. Комсомолка, партизанка, умница-красавица. Ну, на вкус. Родилась 7 апреля 49 года. Представляете? Ей 75 исполнилось 7 апреля. Матвиенко наша. Главе Совета Федерации. Она была губернатором Петербурга. Была 8 лет. С 2003 по 2011 год. Вот что она там наворотила. Мама дорогая. Это ужас. Я заставал это время. Я уже жил в Москве в 2002. Я переселился в Москву. И жил там 7 лет. Но это, конечно, жесть. Впустила всех в Питер. Всех москвичей. Все сетевые магазины. Все строительные компании. Она делала кредитов. Значит, читаем, что про нее написано. Модернизацией города она занималась. Снесла многие старые ветхие здания. И построила новые современные. А также множество торговых комплексов. И развлекательных площадок. То есть, бабло гребли просто тьма. В город повалили деньги. Разрушались старинные особняки. Она чуть в этом Мариинском, вернее, в Павловском дворце чуть не оттяпала из сада кусок. Там скандалы на скандалом были. В общем, это ужас. Это ее идея была чай-таун построить под Петербургом. Представляете, чтобы было? Именно она начала первые контакты с китайцами, с туристами, с компаниями. Пошло-поехало, чтобы те к нам заезжали и творили, что хотели. Чай-таун в Петербурге. Это только в офиенка могла придумать. Человек в четверг рожденный, комсомолка, апостольский день. Нет границ вот нигде. Вот не здесь нигде нет границ. Понимаете? Как она валила вот этого нашего Яковлева. Город устал. Вот эти плакаты я хорошо помню. Такая компромат. На чем погорела? На ЖКХ. На сосулях. Город засран был полностью, простите за выражение, значит, Магаданское. Значит, полностью загажен был. Последняя зима с 17 на 18 год это был караул. На нее жало было во. Его писали везде президенту, писали куда только можно. Вначале Медведеву, когда он еще был. Потом Путину, когда он, так сказать, уже пришел, да? Нет, еще не пришел. Вначале был, потом ушел, потом пришел Медведев. В общем, ужас. Ее убрали по просьбам жителей Петербурга. Она вот тут уже всех была, Матвиенко. Это был караул. Вот со строителями. В общем, она создала городу пробки, проблемы, перенаселенность вот этими всеми. Именно она запихала в город с ее подачи вот этих мигрантов. И пошли эти стройки, стройки, стройки везде, 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 везде. Это была катастрофа. Слава Богу, ее убрали. Пусть сидит там в Совете Своем Федерации. И все. Не дай Бог нам такое. Но самое-то интересное не это. Давайте я вот хотел вам еще раз скажу, где они все понарождались-то вот наши. Значит, Собчак, он у нас с Читы. То есть Лухамань вообще, понимаете, да? С Читы. Яковлев у нас, Владимир Анатольевич, из Алемкинской, Якутия. Так. Ну, Матвиенко это вообще песня. Песня. Это Шепетовка, Каменец Подольская область, Украина. Ну, так и это и понятно. По ней и так видно, что она с Украины. Какой бы она Шанель не одевалась, это видно, откуда родом человек. И каким бы она послом Мальти не была, это все понятно. Все написано. На манерах, на смехе, на голосе, на мимике. А уж под этим делом, что там было, это лучше не вспоминать. Значит, дальше. Значит, Чита, Якутия, Украина, Полтавченко в Баку и бегло в Баку. Где Петербург? Где губернаторы Петербурга из Петербурга? Нету их. Полтавченко пошел. Значит, такой матерый, такой вояка такой вот. Погоны под пиджаком были видны. Тоже ничего хорошего город не увидел, но мы сейчас почитаем. Почему? А может, увидел. Значит, может, увидел. Тут все написано. У нас все, все ходы записаны. Что он стал делать после Матвиенко? Отменил крупные строительные проекты. Это после Матвиенко. Начатые предыдущим губернатором в связи с непосильной ношей для бюджета города. Да. О, Матвиенко дала, чтобы ее убрали быстрее, спрятали отсек. Засунули в контору, это в Совет Федерации. В курятник в этот, значит, солидный. Павлиник. Павлиник. Значит, запретил сносить дома в центральной части города, реконструировал конюшную площадь и новую Галадию. Потому что эта Матвиенко хотела все уничтожить и построить там торговые центры. Ну, естественно, вы понимаете. И сдал закон о запрете гомосексуализма, в том числе и среди несовершеннолетних граждан. О, вот, собственно, вся история города. Запретил это, запретил то, остановил это, остановил то. В общем, вот и вся история. Ну, а про Беглова вообще ничего не написано. Что он сделал для города. Значит, это страшная история, в общем. Так что вот. Чита, Якутия, Украина, два Баку. Вот и весь, все губернаторы Петербурга. Веселые ребята. Значит, Беглов, а, Полтавченко родился во вторник, в 1953 году. Суровый год, Сатурн. Ну, это был казенный, военный такой жесткий человек Полтавченко. За спиной говорили про него дуб дубом. То есть, вот такой деревянный дубовый губернатор Петербурга. Вот такой силовик конкретный. А Беглов это нечто среднее. Значит, это особая история. Печальная, как всегда. Значит, сейчас я о ней расскажу. Время у меня подходит к концу. Вторая часть о славном городе Петербурге и его руководителях. Просто песня. Вот крупными слезами плачут петербурцы. Кого нам все время ставят? Кроме Владимира Яковлева. Вторая часть сейчас будет. Про Беглова. Ставим лайки, подписываемся, распространяем это видео. Жду донаты. Жду на приеме. Идем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok